МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире же недельное обозрение Тюмень спортивная. Все о медалях, галах и победах мы расскажем в ближайшие полчаса. Сейчас коротко о том, что подготовили вашему вниманию в сегодняшней программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зато им даже штормовые условия не помешали взять верх над принципиальным соперником. Доподлинно неизвестно, как в футбольном клубе Тюмень относятся к творчеству Максима Горького. Но пьеса на дне становится синонимом положения дел сибиряков в турнирной таблице. С учетом прошлого сезона подопечная Александра Ивченко не могут победить в первенстве ФНЛ на протяжении уже трех месяцев. Но если осечки в концовке предыдущего первенства радикальным образом на сибиряках не отразились, то сейчас безвыигрышная серия ведет прямой дорогой к понижению в классе. Теперь сибирякам отступать во встрече даже с таким грозным оппонентом, как Краснодарская Кубань, уже некуда. Хозяева больше контролировали мяч, но гости словно в насмешку первыми заставили ёкнуть сердца местных болельщиков. Впрочем, удар Алексея Гая не идет ни в какое сравнение с упущенным моментом Андрея Чуканова. Благо горевали тюменцы недолго. Все тот же Гай не справился с эмоциями и, несмотря на многолетний опыт, совершил роковой фолл в безобидной ситуации. Вторая желтая карточка моментально трансформировалась в красную. Пока игра складывается удачно для нас, я думаю, есть моменты, которые остается только реализовать и удаление у Кубани. Я думаю, во втором тайме добавим, забьем свои голы и заслуженно победим. Сам Александр участие в игре по причине небольшого повреждения не принял. А в его отсутствии Чуканов продолжал великодушно прощать южан. Юрий Дюпин сделал лучший сейф в матче, даже не сдвинувшись с места. Заезженная футбольная поговорка сработала мгновенно. Паз за спину Олегу Мурачеву вылился в назначение 11-метрового. Даже не знаю, что сказать. Мы потеряли очередные два очка. Мы тыкаемся на одни и те же грабли. Любая оплошность в обороне, несобранность. Подошедший к точке Никита Малеров был точен и хладнокровен. Игорь Обухов направление удара угадал, но шансов отразить мощно пущенный снаряд от этого у него не прибавилось. Кубань же получила отличную возможность полностью осесть на своей половине. Мы как бы всегда стараемся играть от атаки. Кубань играет только от себя. Просто, конечно, подспудность. Оно получалось, что в десятером сложнее. Иногда приходилось просто автоматически не прессинговать, а садиться. Но уже мы с ребятами смеемся, что из шести игр это уже третий наш в десятером. Уже на тренировках скоро придется, мне кажется, игру в меньшинстве отрабатывать. Чуть ли не как в хоккее. В сложившейся ситуации хозяевам не оставалось ничего другого, как пойти вперед всеми силами. Если уж нападающие не забивают с линии вратарской, то на помощь приходят защитники. Павел Маслов увидел Дмитрия Гузя, который продемонстрировал Чуканову мастер-класс 1-1. Ну да, в принципе, давно не забивал. Приятно было забить. Но если бы сегодня выиграли вдвойне, было бы приятнее. Вот я думаю, могли сегодня выиграть. Вот, они владели преимуществом. Просто чуть впереди не хватало точности. Ну я не знаю, может это все зависит от психологии каждого футболиста. Ну, все старались на поле. Видно было, что хотели выиграть, но чуть где-то не везло. Вот, даже не знаю, в чем причина. Абсолютным героем матча мог стать все тот же Маслов. Но его подключению к атаке не хватило считанных сантиметров, чтобы отметиться дебютным голом на профессиональном уровне. Однако до развязки было еще далеко. Наступила она, как и полагается по всем канонам, на исходе последней добавленной минуты. Заключительная атака Сибиряков выложила все карты на руки Владимиру Лишонку. Но Джокер Черно-Белых упустил мяч, как и возможность принести своей команде первую победу в сезоне. А в концовке уже, когда, как сказать, правильно, уже прижгло, что надо-надо, то уже было чуть поздно. Прежде всего надо отдать должное футболистам нашей команды, когда игра в местности, тем не менее, не отходя от своей игры, манеры игры. Мы и контролировали мяч, и искали ситуацию для атаки, и забили гол. К сожалению, мы и пропустили гол, но тем не менее, даже при численном преимуществе и при умелой игре хозяев, опять же, в комбинационный футбол и атакующей, уже нагнетающей ближе к концу встречи, нам, скажем так, удалось довести игру до более-менее приемлемого результата. Польский сатирик Станислав Лец писал, «Я думал, что опустился на самое дно, как вдруг снизу постучали. Будем надеяться, что футболисты Тюмени этой ситуации не познают, и Урала-Поволжская зона не вернется в их обиход». Тем более, что 9 августа на геолог пожалует ближайший сосед по табле рангов «Луч Энергия» из Владивостока. Начало встречи в 19.00. Пока главная команда области апеллирует к пессимистичным нотам, ее дублеры, напротив, внушают оптимизм. Обрастающим мясом с каждым туром юный отряд Виктора Тренева добился четвертой победы в первенстве среди команд третьего дивизиона. И это при семи ничьих и лишь одном поражении. Причем случилось оно в Омске. В противостоянии с местной молодежкой Иртыша, которая и пожаловала на прошедших выходных в областной центр с ответным визитом. Перед игрой хозяева получили усиление из стана команды Александра Ивченко. Место вороток занял Игорь Тилков, а на позиции опорного полузащитника действовал опытнейший Дмитрий Иванов. «Это, в принципе, неплохо себя чувствую. В любом случае, в чемпионате сейчас пока мало игровой практики, поэтому такие игры, наверное, нужны, чтобы, опять же, кондиции не терять и всегда быть в форме». За первый тайм удары в сторону ворот можно было пересчитать по пальцам одной руки. А наиболее обсуждаемым эпизодом стало падение в штрафной гостей Георгия Кучиева. Судья из Перми Дмитрий Серебряков на точку указать не решился. А тюменцы, в свою очередь, долго не решались на более агрессивные действия впереди. «Сумбура много было, чуть спешили с передачами, хотели побыстрее забить, чтобы игра немного успокоилась. Но, опять же, много борьбы было. Погода сначала душная была, потом гроза». Именно небесная канцелярия решила обратить на себя взоры. Дождь, близкий к ураганному, сметал рекламные баннеры и чуть было не вынудил арбитра прервать встречу. Но поле геолога не помогло воссозданию ремейка «Волшебника страны ОС». Хозяева промокли до нитки, а потому оставлять ворота соперника с сухими права не имели. Помогла в этом не только погода, наладившаяся во вторые 45-ти минутки, но и внесенные в состав корректировки. Прежде всего, тренерский штаб освежил фланги. «Обровочники, у них такая функция, что им приходится, как в Англии говорят, бокс-то-бокс, от штрафной до штрафной. Поэтому здесь обязательно в этой схеме нужно иметь, тем более в нашем молодежном футболе, у нас команда молодежная, заменку, то есть хотя бы 60 на 30, чтобы когда ребята устают, подменять, чтобы темп сохранялся. Поэтому мы этим пользуемся, тактические замены делаем, ребята выходят, подхватывают темпы и продолжают игру». «Тренер нас наигрывает, у каждого на своей позиции, я уже привык, знаю свои функции, что должен делать, что нельзя, и с каждой тренировкой я все лучше чувствую позицию». Владислав был активен на правой бровке, но единственный гол в матче случился без его участия. После удара Дмитрия Сидорова и рикошеты от защитника РТШ быстрее всех в ситуации сориентировался Кучиев. Он же готов был победно вскинуть руки еще через несколько минут. Однако арбитры зафиксировали сомнительный офсайт. Восстановить справедливость мог Данил Карпов, но его выстрел на себя приняла штанга. Как итог, дублеры побеждают не только по счету, но уверенно и по игре, что в сложившейся ситуации не менее ценно, чем три очка. «Тренер нас настраивал биться как последний бой, потому что мы уже где-то четвертую игру не можем выиграть. Все в ничьи играем, у нас семь ничьих, по-моему. И победа эта была очень важна, настраивали сильно. Тренер настраивал, подбадривал в каждом моменте. По матчу сказать сложно, потому что дождь помешал. Первый тайм такой скованный получился, а во втором поживее уже начали что-то создавать». Благодаря успеху сибиряки поднялись на четвертую строчку в таблице. Отставая от третьего «Витязя ГТУ» лишь на один балл. Примечательно, что следующий поединок тюменцы проведут именно против уфимского коллектива. Матч пройдет на «Геологе» 12 августа. Его начало в 14.00. Тюменская область славится гостеприимством на весь мир. Это отмечали именитые лыжники, известные биатлонисты и титулованные зюдаисты. Их мнения теперь разделяют даже военные инженеры сопредельных государств. Именно такое впечатление сложилось после финала международных армейских игр. Соревновательную программу близ озера Андреевского завершила дисциплина «Безопасный маршрут». Но перед началом состязаний среди инженерных подразделений из четырех стран – России, Белоруссии, Армении и Узбекистана – каждый зритель, а их собралось не меньше 500, посетил выставку военной техники. Для меня, как человека военного, самое что ни на есть, для меня это очень знакомо, и хочу вот внукам своим показать, прививать, так сказать, любовь к российской армии. В принципе, и техника сейчас, база, так сказать, однотипная, колесные машины на КАМАЗы, и все это очень прекрасно. И то, что раньше было на КРАЗах, когда там, возьмите тот же самый экскаватор, трособлочный, Э-305 БВ до сих пор не сравнили с этим, да и все остальное. Кроме фотографий с военными автомобилями, любой желающий мог сделать на память снимок и с огнестрельным оружием. Курсанты местного училища предлагали собрать и разобрать автомат, а также рассказывали о технических характеристиках всех экспонатов. Будущим защитникам Отечества безумно понравились... Переметы, автоматы, больше всех автоматов. Мне очень запомнилось, как мы мины разминировали, находили их. Это было очень интересно. Я разобрал АК-47. Это было, ну, для меня это очень легко, потому что я года два назад его разбирал, и в этом году уже разбирал немало. Так, все. Встретил старые автоматы, винтовки. Было очень интересно их подзаряжать. Теперь о состязаниях. Открыли их под звуки оркестра начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации Юрий Ставицкий и заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. Четырем командам предстояло преодолеть полосу препятствий. Сначала судьями оценивались действия инженерно-разведывательного дозора по разведке Брода. Затем уничтожение противопехотных мин, которые сбросили на полигон перед стартом с двух вертолетов. После чего военным инженерам надо было собрать механизированный 18-метровый мост и восстановить участок пути путепрокладчиком БАТ. Последним этапом дистанции стало проделывание проходов инженерной машиной. И все ради того, чтобы затем по трассе мог проехать танк и порадовать зрителей громом выстрелов. По итогам международных соревнований инженерных подразделений победителями безопасного маршрута стали россияне. Честь нашей страны отстаивали бойцы 187-го межвидового регионального учебного центра из города Волжский, Волгоградской области. Ну, во-первых, Российская Федерация, я патриот Российской Федерации. Ну и, соответственно, где лучше все проявить патриотизм? Конечно же, в армии. Ну, а сапер – это великая профессия. В принципе, все получилось, к чему готовились, того и ожидали. Было физически тяжело, поэтому старались отработать по максимуму. Самое сложное – это брод. Воды практически вот так, тяжело двигаться в воде. Очень тяжело, надо сконцентрироваться. Также физическая подготовка в этом важна. Самое тяжелое – это брод. Вторую строчку турнирной таблицы заняли белорусы. Замкнула тройку призеров команда из Узбекистана. Ну, считаю, что все получилось. Задачу выполнили. Проложили безопасный маршрут. Все было сложным. Для каждого экипажа что-то есть сложнее, что-то полегче. Ну, соответственно, я считаю, что все этапы были очень сложными. Город гостеприимный. Мне он очень нравится. Так часто хлебом с солью нас никто не встречал. Полигон сделан на высшем уровне. Все было отлично. Никаких недостатков не было. Тренировкам время о уборке мусора час. Хоккеисты Рубина продуктивно проводят свободное время. В археологическом музее на озере Андреевском сибиряки познакомились с историей региона, приняли участие в экологической акции, а также постарались проявить свои навыки в старорусских игрищах. Мероприятие посетило пять игроков. От основной команды были отряжены Анатолий Рябов и Кирилл Шмурыгин. Представителями молодежки стали Евгений Волков, Максим Кириллов и Егор Кондрашин. Позволили им сегодня немножко уйти из того формата, в котором они обычно живут, в котором они обычно трудятся и работают. И представить сегодня ребятам прежде всего нашу археологическую коллекцию, потому что наша земля исторически начала свою историю 8 тысяч лет до нашей эры. Это каменный, бронзовый, железный век средневековья. И все предметы, которые были найдены в результате раскопок, ребята могли увидеть. После экскурсии по музею и знакомства с древними артефактами великолепная пятерка узнала основы рукодельного искусства. Каждый из рубиновцев изготовил куклу по традициям предков. Но дух хоккеиста не искоренить. С горящими глазами сибиряки вышли на арену, созданную по мотивам исторических игр. Защитник Егор Кондрашин легко принял образ средневекового воина. Но с исполнительским мастерством все прошло не столь гладко. Есть еще шанс? Надо ближе, можно в упор? Да, в упор. Ну ладно, скидку сделаем. Давайте так, так, так. Приготовь пока мы оружие, там заточи. А почему только он? Самое, что сегодня для тебя лично запомнилось, что это было? Метание копья. И самое сложное так подозреваемое? И самое сложное. Попасть было нереально. Хранить и беречь природу родного края – не пустые слова для тюменцев. Подтвердили они это собственным примером. Никто из игроков не стушевался, когда им предложили, вооружившись граблями и рабочими перчатками, сделать территорию заповедника чище. Устроили небольшой такой субботник, помогли убраться на территории, убрали там незначительные шишки, ветки и прочее. И нашли для этого время, чтобы наш край, чтобы весь мир в принципе был чище. Мы, конечно, стараемся поддерживать порядок на нашей территории, но, тем не менее, вклад ребят сегодня в то, чтобы та территория исторического тира, которую мы сегодня осваиваем, пришла в хорошее состояние, конечно, благодаря тому, что ребята сегодня нам в этом помогли. Закончилось мероприятие совместным чаепитием на свежем воздухе. Отметим, что вместе с игроками заповедник посетило несколько болельщиков команды. Тюменец Данил Чаюн отметился добротным выступлением на Всемирных играх по неолимпийским видам спорта в Польском Вроцлаве. Сибиряк выиграл золото и серебро в составе сборной России по спортивной аэробике. Сейчас готовится к чемпионату Европы, чтобы защитить честь региона и страны в Италии. Спортивная аэробика представлена в Тюменской области довольно давно, и фаворитов в ней за эти годы поменялось немало. Сейчас славу и лавровые венки региону приносит 24-летний Данил Чаюн. Уроженец Барнаула, ранее выступавший за Омскую область, пришел в аэробику со школьной скамьи, а остановиться уже не может. Неясный спорт пришел ко мне, когда я сидел в школе, в первом классе, на каком-то уроке, и приходит девушка, дает объявление, вот, типа, набирая детей в свою группу. Ну, все, пришел домой родители, мама с бабушкой сразу отправили меня туда, и все. И, то есть, у меня уже не было, чтобы я куда-то уходил, как многие мои знакомые, которые начинали бегать. То в одну секцию уходили, то в другую уходили, в третью, в четвертую. Я как остался в одной. И правильно сделал. Уже 7 лет Чаюн входит в состав сборной России, и даже наступающая на пятки молодежь его не страшит. На всемирных играх во Вроцлаве Данил выступал в групповых соревнованиях. Синхронность, точная, словно глаз ювелира, слаженность 8 человек принесла стране золото в номинации «Аэростеп» и «Серебро» в «Аэроденсе». Золотая медаль за номинацию «Гимнастическая платформа» или «Аэростеп». То есть, это выполнение соревновательной программы на степе, где в этой программе нет сложных элементов, которые есть в других дисциплинах спортивной аэробики. Но здесь все должно быть одинаково, все синхронно, должна быть какая-то идея. Каждый перенос степа из одного рисунка в другой должен быть отработан идеально. То есть, наклон степа, поворот его в такой плоскости, в такой все должно быть одинаково и не бить в глаза, чтобы судьи ничего не заметили и поставили высокие оценки. Решение о переезде в Тюмень Данил принял еще и из-за того, что поступил в аспирантуру Института физкультуры Тюмгу и вскоре станет кандидатом наук. Сфера научных интересов, планомерная подготовка атлета к высоким достижениям. Построив доказательства на собственном примере, Чай Юн разбирает стереотип о спортсменах, которым гранит науки кажется чересчур твердым. Ну как-то вот со школы у меня еще вот, видимо, мама настолько привила вот это, что когда я приезжал с каких-то сборов или соревнований, она говорила, все, садись делать домашнюю работу. Я говорил, ну почему, меня же не было, я ее не знаю. Она садилась вместе со мной до конца, она вот это проходила, я что-то не понимал, она меня вот долбила, долбила вот в меня. И, видимо, вот это осталось. Спортивная аэробика в России переживает не лучшие финансовые времена. Тем более, что вид не олимпийский и оплата выездов на соревнования становится серьезной проблемой. Поездка на чемпионат Европы, который состоится в Италии в сентябре, до сих пор в подвешенном состоянии. Раньше вот родители были, брали кредиты, все, кредит взял, все, поехал на соревнования. Не привез медаль, это как бы совсем плохо. Привез медаль, хоть что-то, что можно хоть гордиться ребенком и что не подвел родителей. То есть как бы раньше это только вот так, все. Нам лично не хватает помещений. Мы же ведем вот аэробику свою в таких залах, в которых посередине стоят столбы. И спортсменам приходится обходить эти столбы. Когда они выступают на соревнованиях, в программе сразу это заметно. Почему это он обходит углы, а в середине не работает? Да он не может, потому что он тренировался, у него там в середине площадки столбы, он должен их обойти. Главной звездой тюменской спортивной аэробики считается чемпионка мира Евгения Кудымова. Правда, сейчас она не выступает по очень приятной причине. Больше она не Кудымова, а Чиюн, а счастливая чемпионская семья воспитывает сына Артема. Данил и Евгения долгое время выступали в дуэте, перейдя от спортивной пары в спортивный брак. Вот именно черты характера, личные, и упорство, настойчивость, любовь, постоянство, просто приверженность к этому виду спорта и все. Областную федерацию спортивной аэробики создала и продолжает развивать Людмила Потаповна Латышева, которая убеждена, что красивый цветок обязательно пробьется даже через асфальтовые тиски. Для сибирских широт пляжный волейбол может не экзотический вид спорта, но точно не входящий в число самых популярных. Хотя вряд ли кто будет спорить с тем, что это весьма увлекательная и смотрибельная игра. Стоит хотя бы взглянуть на количество зрителей чемпионата мира, который проходит в эти дни в Вене. И пусть Тюмень не столица Австрии, но и у нас пляжный волейбол проводить умеет. На базе отдыха Боровой в очередной раз состоялся открытый кубок области. В его же рамках были разыграны медали четвертого этапа Уральской лиги. Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Сургут, Омск. Игроки из этих городов в августе традиционно едут в Тюмень. Здесь очень тепло принимают, большое количество площадок, очень дружелюбная атмосфера. Поиграть, поделиться с другими людьми, тем, какими-то новостями. Но самое главное, конечно, поиграть. Очень хороший турнир, качество хорошее. Однофамилец знаменитой биатлонистки в Тюмени далеко не в первый раз. Но нашлись и такие, кто в августе 2017-го прибыл сюда с дебютным визитом. Знаете, мне очень нравится. Организация замечательная, площадки тоже замечательные. Мы приехали, и площадки были ровненькие. Прямо вот все разрыхлено. Прямо как, все как надо. То есть еще будете приезжать в дальнейшем? Мне очень нравится здесь. Правда, в этот раз до Тюмени доехали все-таки не все сильнейшие пары Урала и Западной Сибири. В августе подобных соревнований проводится много. Порой на первое место выходит географический принцип. Куда ближе, туда и поеду. 21 мужская, 8 женских. И здесь, может быть, не получилось заполучить, как говорят сюда, извиняюсь за тавтологию, игроков очень высокого уровня. Причина в том, что подготовка идет к чемпионату России. И очень многие статусные, которые у нас традиционно принимают участие, из Урфо, Сомская область, они сюда не приехали. Они проводят тренировочные сборы. Но, тем не менее, все удалось. Настроение у людей хорошее. Уровень очень высокий. Но не все так гладко в Тюменском королевстве пляжного волейбола. Та же база отдыха Боровой – великолепное место для тренировок, но только летом. А чтобы выбраться на высокий уровень, нужно выходить на песок едва ли не ежедневно. Но даже в такой ситуации в Тюмени все равно вырос дуэт в составе Михаила Сметанина и Александра Ужигова, которого уже нет-нет, да и побаиваются ведущие пары страны. Но вот сделать очередной шаг вперед крайне сложно. Все знают, что у нас страна, скажем так, зимняя тоже в кавычках. То есть период времени занятия летним видом спорта, пляжным видом спорта, он очень короток. Если нет специальных объектов, которые позволяют круглогодично этим заниматься, у нас этого, к сожалению, нет на территории Уральского федерального округа. Только, насколько мне сейчас известно, в Екатеринбурге на коммерческой основе местная федерация все это поддерживает. Есть зал, две площадки. Там, конечно, у них импульс гораздо больше развития, больше и пар среднего уровня гораздо больше стало, и посильнее пар больше стало. То есть, как бы, Екатеринбург является центром Урфо, и в этом плане тоже. У нас местная федерация, все активисты, любители уже давно этот вопрос как бы и лоббируют, и будоражат. Но пока, видите, ничего этого не получается. Построить крытый ангар, завести туда свет, воду, насыпать песок – это не такие уж великие деньги. Тем более для такого города, как Тюмень. Вопрос о возведении площадки, где можно играть и зимой, и летом, стоит не первый год. Определенные подвижки были, да сплыли. Но есть надежда, что следующим летом дело вновь сдвинется с мертвой точки. Два года назад мы начали вынашивать эти планы. Вроде бы все срасталось. Находились и люди, которые готовы были предоставить ангарного типа помещения. И в силу, может быть, сейчас очень хорошая, извиняюсь, отмазка, кризис. Сейчас кризис, ситуация, он плохая. Сейчас еще на санкции можно пальцем указать. Тем не менее, я верю, что в этом году мы подходы уже найдем. А в следующем году вот эта идея реализуем. Это обязательно одна из составляющих задач у нас по развитию пляжного и паркового волейбола. Это был последний сюжет на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин